Доброе утро! 20 мая в Сургуте пройдет очередная экологическая акция по сбору вторсырья с мастер-классами, играми и групповыми занятиями. С подробностями с нами на прямой связи руководитель эко-движения «Раздельный сбор Югра» Алена Колосова. Алена, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Насколько нам с Никитой известно, акция давно себя зарекомендовала. Это мероприятие для вашего города довольно частое. Расскажите нам скорее про акцию, что она из себя представляет и на что направлена. Это очередная акция по раздельному сбору экологической, которую мы проводим в нашем городе уже третий год. Третий год мы учим сургутян экологически ответственно относиться к своим результатам жизнедеятельности, вообще, то есть к отходам и вообще к осознанному потреблению экологических, природных ресурсов. И принимается, как обычно, большое количество видов вторсырья, в том числе сложных, которые не принимаются, в частности, региональным оператором или в заготовительные вторсырья. На акциях, как обычно. Это, например, что? Батарейки? Батарейки принимаются, кстати, в большого количества пунктов, которые существуют в Сургуте, и в торговых центрах, и в различных пунктах, в частности, мы принимаем. И вчера отгрузили полтонны батареек, собранных сургутянами регулярно раз в год. Мы делаем большую отгрузку в рамках проекта «Сдавай батарейки в Югре». И я говорю о таких сложных фракциях, как диски, пластиковые карты, блистеры, которые образуются у нас, когда мы употребляем лекарства. О таких сложных фракциях. И мы за счет средств гранта, реализуем грант губернатора Югры, направляем эти сложные фракции на переработку в Москву и Ярославль. То есть их все-таки перерабатывают, не просто уничтожают, да? Все перерабатывается абсолютно. Мы несем эту ответственность, иначе мы бы этим не занимались. Вы не представляете, какое количество времени, ресурсов наших эмоциональных, это все делают волонтеры. Мы тратим для того, чтобы было это в воздух. Нет, конечно же. Все это сортируется, складывается, направляется на переработку. Скажите, а есть у вас как... Да, простите. Я уже перебил, тогда продолжу. Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то статистика, ввелся ли подсчет, сколько тонн уже вторсырья удалось собрать или переработать? Конечно же. Мы же это передаем по публичной оферте, принимаем вторсырсы от населения и передаем заготовителям, передаем переработчикам. В частности, за три года существования нашего движения, за по 22-й год включительно, мы собрали 77 тонн отходов, около 80, и акция посетила около 10 тысяч населения Сургута. А общая вовлеченность населения Сургута, если мы говорим о проекте, добрые крышечки, я их собираю целыми классами, школами, организациями, то общая вовлеченность около 70 тысяч населения точно. Вообще, страшно подумать, что происходило с этим до всех этих акций. Да, Алена, расскажите, пожалуйста, мы знаем, что на акции запланированы различные мастер-классы, какие-то групповые занятия и даже выставки. Да, все наши акции мы стараемся проводить в таком образовательном масштабе, с образовательной деятельностью. Мы реализуем уже который год у нас есть уникальное пособие «Секреты переработки», то есть в короткие игровые занятия мы реализуем непосредственно на акциях, кроме тех уроков, которые проводим регулярно в школах по запросам. И также различные мастер-классы, экологичные мастер-классы по использованию вторых сырья. В частности, прошлые акции мы совместно с артрезиденцией у нас был небольшой такой мастер-класс по рисованию на бутылках стеклянных, которые становятся тарелками, то есть использование стекла еще повторно. И различные другие мастер-классы. А в эту акцию 20 числа мы впервые будем проводить мастер-класс по изготовлению бахил из зонтов. Вот Марина у нас модница, она как раз хотела спросить, что же это такое. Да, да, этот момент нас очень с Никитой заинтриговал. Как же ходить со спицами в ногах? Да, да, да. Мы уже давно реализуем это. Мы собираем зонты старые, которые не нужны. Вы не представляете, сколько их у сургутян и сколько у нас, какое количество собрано. Мы их разбираем, вытаскиваем эти все спицы. Спицы сдаем на переработку, как металл, непосредственно вот эту ткань. А сшить листка не такое просто из кусков это проще, но мы шьем именно вот из этих использованных зонтов. И каждая пара бахил, она очень уникальна. И эти бахилы мы... Но их ведь можно использовать повторно, это очень удобно. Слушай, вот, пожалуйста, тебе на юбилей готовый образ, как ты и хотела. Алена, пожалуйста, приглашайте всех желающих на акцию. Напоминайте, когда, где и во сколько она состоится. Она состоится завтра, 20-го числа в Ситимоле. Ситимол мы давно сотрудничаем, дружим. Последние акции раньше проводили, пока у нас не было помещения. В 2021 году именно Ситимол. Это замечательный торговый центр, с которым мы сотрудничаем. И сейчас снова мы в Ситимоле, и здесь с 11 до 2 мы ждем всех сургутян и жителей вообще не только нашего района, но и других близлежащих районов. Как правило, потому что в Нефтьюганском часто бывает... Да, чего там в Нефтьюганском Ирина обещала приехать, ждите ее, она обязательно будет. Вы заинтриговали ее своими бахилами. Спасибо огромное за доброе дело. Продолжайте в том же духе и не останавливайтесь. Хорошего дня. До свидания. Спасибо большое.